Наша встреча проходит в исторически важный, поистине судоносный период. В ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине шаг за шагом продолжается освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Идет последовательное методичное уничтожение карательных неонасольских формирований. К сожалению, вынужден констатировать, что опасная человеконенавистическая идеология нацизма, разделяемая прежде лишь узким кругом радикалов, бандеровцев, на протяжении десятилетий вдалбливалась в головы украинской молодежи, детей, расползалась по всей стране запада на восток. Многих поразила бацилла ненависть. Немалую роль в этом сыграло и насильственное вымывание исторических основ, односторонний отказ от общей культуры, веками скреплявшей единство русских и украинцев. При этом наши солдаты и офицеры твердо стоят за правду, черпают силы в славных вековых традициях русского воинства, действуют самоотверженно, умело, по-настоящему героически. Уверен, что свою роль в формировании этих людей сыграла историческая память, воспринятая ими в семье и в школе. Это подчеркивает, сколь велика сегодня роль исторического просвещения, что, собственно, является темой нашей сегодняшней встречи. И вот в этой важнейшей работе в сфере исторического просвещения принимает участие и Фонд История Отечества. Благодарен вам, уважаемый Сергей Сергеевич, за высокую оценку деятельности фонда и неизменную поддержку наших предложений. В прошлом году фонду действительно удалось достичь хороших результатов. В подробном отчете содержится информация о без малого 150 историко-просветительских проектах. Среди них и крупные выставки, новые книги, документальные фильмы, онлайн-ресурсы и археологические школы для молодежи и другие проекты. Я думаю, Константин Ильич Могилевский расскажет об этом подробно. Уважаемые коллеги, немного выходя за рамки нашей повестки, хотел бы воспользоваться этой площадкой, чтобы затронуть несколько тем, относящихся к сфере исторического просвещения. Текущая ситуация в мире, безусловно, побуждает нас перестраивать работу по развитию международного сотрудничества историк. Вектор его будет смещаться в сторону глобального юга, в Азию, в Африку, в Латинскую Америку, где сейчас проживает порядка 7 миллиардов человек. Предстоит более глубоко погрузиться в изучение истории и культуры этих регионов, разобраться в доминирующих там подходах и интерпретации ключевых исторических событий. В этой связи планируем посвятить традиционную конференцию Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме актуальным вопросам исторического образования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассчитываем продолжить очень интересный и взаимополезный диалог с нашими партнерами из Китайской Академии общественных наук. Первостепенное значение по-прежнему придаем связям со странами Содружества независимых государств, в том числе на образовательном просветительском треке. Согласно ранее принятому решению, в этом году к участию в учительском конкурсе «История в школе. Традиции и инновации» будут допущены и педагоги-историки из этих стран. Для них появится отдельная международная номинация. Знаю, что интерес к участию в конкурсе уже проявили казахстанские учителя. Уважаемые коллеги, отдельное внимание необходимо уделить и оценке исторических знаний российских учащихся. Я приветствую инициативу Рособорнадзора об увеличении количества вопросов, связанных с Великой Отечественной войной, в контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена. Напомню, что какое-то время назад мы уже обсуждали возможность придания ЕГЭП по истории статуса обязательного экзамена. Разумеется, эта идея нуждается в детальной проработке. Есть аргументы «за» и «против». Однако хотел бы уже сейчас поддержать предложение Александра Евсеевича Хинштейна, озвученное им на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Речь идет о введении ежегодной проверочной работы по истории, которая могла бы мотивировать школьников более внимательно и осознанно относиться к этому важнейшему предмету. Кроме того, полагаю целесообразным подумать над возвращением к специальной экспертизе на соответствие учебников по истории России, историко-культурному стандарту. Такая практика существовала в первые годы после утверждения концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Однако позднее от нее, к большому сожалению, отказались. Ну и еще несколько слов об учебниках отечественной истории, включенных в федеральный перечень. Если изначально линеек учебников было всего три, то на сегодняшний день уже пять. Я считал бы правильным поставить на этом точку. Иначе мы просто вернемся к той ситуации, с которой, начиная с 2012 года, мы стали решительно бороться. Ну и напомню, что первоначальная задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, заключалась именно в сокращении количества утвержденных учебников.